С чем, на ваш взгляд, связано довольно массовое привлечение заключенных на работу на заводы вне колоний? Не хватает рабочих рук из-за войны, или не хватает мигрантов, или просто притягивает дешевая рабочая сила? Ну, вы знаете, здесь и то, и другое, и третье. Надо сказать, что заключенных тоже не хватает, поскольку все ушли на фронт. И сейчас это довольно большая проблема, потому что промышленные, то, что называется пробка, промышленные производства внутри колонии, они простаивают, но заключенных можно вывозить. И действительно, вы совершенно правы, система УФИЦ, это управление федеральных исправительных центров, сейчас распространена по всей России, и все больше и больше распространяется. Это осужденные к принудительным работам. И больше того, люди, которые, например, сидят в зонах общего режима, строгого режима, при хорошем поведении, а по большому счету при необходимости, переводятся в эти самые УФИЦ. И у них, конечно, меняется режим, конечно, для них это интереснее, но следствием того, что они переходят в исправительные центры, то есть к принудительным работам, неисправительным, но принудительным, это другой вид работ, становится то, что они идут работать на заводы. Но это еще не все. Дело в том, что есть довольно сложные манипуляции производственные, когда надо выходить на завод и работать на танковых заводах, на снарядных заводах, требовать какой-то квалификации присутствия на заводе. Но есть еще, знаете, свободное от работы время, которое тоже принято в колониях занимать. Во всех совершенно колониях, особенно в женских, плетут в свободное, я подчеркиваю, от работы время маскировочные сетки. Это тоже везде. Или делают какие-то простейшие, простейшие такие операции, делают какие-то там, я не знаю, естественно, копные свечи, какие-то коврики, шьют форму. Это просто тоже повсеместно. И надо сказать, что в принципе, в принципе, я обратила внимание, сейчас в России очень тихой сапой, без всякого объявления идет реальная тюремная реформа. Идет тюремная реформа не та, которую, собственно, можно было бы сделать, то, которую мечтали правозащитники. Идет тюремная реформа по американскому типу, а это не самая лучшая пенциарная реформа на свете. То есть строятся большие супертюрьмы, 29 супертюрем будет построено в России и на оккупированных территориях, на четырех оккупированных территориях. Строительство каждой такой тюрьмы обходится в 20 миллиардов рублей. Это так называемая гибридная колония, где и СИЗО, и все режимы будут все в одном месте, под одной крышей. И, что самое главное, производство будут тут же. И забавно, занимательно, я бы сказала, то, что ФСИН говорит, что окупаемость таких супертюрем составит 10 лет. То есть главным показателем уже официально работы пенциарной системы становится не исправление людей, не процент рецидива, не процент повторной преступности, а именно что показатели производственные. Самое главное, посадить как можно больше людей, чтобы они дали как можно больше продукции. Это очень странная логика, то есть она одновременно напоминает и логику ГУЛАГа, и какую-то рыночную логику, а не как раз общественный интерес и исправление человека. Ну вот скажите, пожалуйста, не возникает ли, если действительно стараются все больше и больше занимать заключенных на производствах, не возникает ли какого-то черного рынка рабов? То есть можно просто поставлять заключенных максимально, начальник колонии становится таким хозяином рабочей силы, он может ее продавать, чтобы обогащаться. Есть ли здесь какие-то лазейки для именно такой эксплуатации людей? Ну вы знаете, я вчера нашла пресс-релиз, довольно случайно встретила пресс-релиз одного из региональных ГУФСИНов, и там было сказано просто напрямую, черно-побелому, что главной отраслью ГУФСИН является поставка рабочей силы на производство. Да, действительно, не то чтобы дешевая, это дармовая рабочая сила, плюс ко всему, никогда в отношении заключенных не приходит проверять никакая трудовая инспекция, как соблюдается условия труда, они не соблюдаются, и на ставку обычно на одну ставку оформляется по 10-15 человек. И, конечно, это незаконно, люди работают без отпусков, без выходных, в несколько смен, поскольку рабочей силы не хватает везде, и во ФСИН, и вообще на любых производствах, мужчин на фронте. И поэтому, конечно, никогда не соблюдается никакое трудовое законодательство, и вообще ФСИН считает это своим новым и, пожалуй, уже, наверное, единственным бизнесом, это поставка рабочей силы. Но это прекрасно понимают и в полиции, и в судебных органах, и в следственных органах. Если совсем недавно, еще в 22-м году, в начале 23-го года, когда впервые выпустили заключенных на волю после полугода войны, сейчас уже этого нет, то их старались не арестовывать, потому что знали, что тут же приедут юристы Пригожина и будут рассказывать полиции, что это вы специально подкинули наркотики герою СВО с целью его порочить. Это вы, девушка, тут ходите в коротких юбках и специально говорите, что вас изнасиловали. А на самом деле вы, наверное, на госдеп работаете и говорите, что вас изнасиловал герой СВО, разве герой СВО может это сделать? Их отмазывали по-всячески. А сейчас наоборот. Сажают и их, и не их, и кого угодно. Мужчин стараются сажать чуть ли не за переход улицы в неположенном месте. За любое очень небольшое правонарушение или правильность стараются как можно больше сажать. Именно для того, чтобы пополнять и рабочую силу, и пушечное мясо. Поскольку с марта этого года поправки подписал Путин в УК и ВПК, которые позволяют брать на войну на любом этапе, еще до суда, еще даже до следствия. А уж если ты осужден, то, конечно, это военное производство.